Как говорила моя дочь, сиськи и милота это залог подписчиков и просмотров. К сожалению, тем другим я обделен, поэтому будем работать с тем, что есть. Здоров, народ. Сейчас я буду делать вложи, просто на переменках буду снимать, и в основном через это выедет. Ребятушки, хочу рассказать вам историю. А история такая, последние сколько, три или четыре недели я работаю над одной очень крутой вещью. И, ну, наверное, вы слышали о ней. Она называется... Она называется Торт. Ну, я имею в виду кекс, ну, годнота. И эта годнота планирует выходить в это воскресенье. И, конечно же, я уверен, что вы все очень сильно этого ждете. Мы благополучно... Мы продолжим делать годный контент для вас, чтобы в воскресенье он увидел свет. И вот настал тот миг, когда дверь открыта. Замечательно. Это самая легендарная раздевалочка из прошлого видео. Моя вешалочка. Мои кроксички. Мой рюкзачочек. И, конечно же, моя банданка. Замечательно. Кроксы, переобувь. Пойдем дальше. Марина, привет. Слушай, чай-бок-то не знает. Как-как, сожги ее. А ты видео записываешь? Нет. С чего ты взяла? Это всего лишь видео. Какой зеленый волк. Уверен, вы по нему скоскучились. Каждый день его видите, да? А это баня. Не, ну, это, на самом деле, это... А это амфитеатры. Ну, на самом деле, это... А это баня. Ну, на самом деле, это... Офигенно. Просто офигенно. Я сейчас узнал, что... Так, созрел еще раз эффект. Я только что узнал, что все, что я записывал последние минут пять, у меня не снималось. Поэтому придется к чертям повторять. Потому что, ну, типа, естественно. Я, на самом деле, не делаю подстановок. Ну, как будто я настоящий. Итак. А это у нас бани. Ну, точнее, это называется амфитеатрами. Но ввиду того, что... Какое-то странное римское название. Мы просто обозвали это банями. И, согласитесь, сюда печку можно париться. Прекрасно. Пойдемте дальше. Тром-пом-пом. Так. В прошлый раз, когда... До того, как я делал вот эту инсценировку, неожиданной съемки, здесь проходил Ганжи Суид. Замечательный человек, замечательный мужчина. Когда он пытается тебя затроллить ввиду того, что ты почему-то кончен. Ввиду того, что ты нехороший человек, который не хочет учиться. То, каким образом он будет доносить до тебя свою точку зрения, почему ты не прав, тебе стоит учиться. И не шуметь, и тому подобное. Является более жестким способом, чем... Я, кажется, его слышу. Я умолкаю. В микро-айфоне я слышу, но он... Он топал. И испугался. Что за триллер. Итак. Господи. Он идет, все-все-все. Он идет, он идет, он идет, он идет, он идет. Он идет, он идет, он идет. Сейчас, возможно, открыт. Вот он, вот он, вот он. Он прошел. Вроводовши, видела, это как босс какой-то хор-выней, который так и намеревается на тебя на пальце, словно, что ты тут здесь делаешь. Итак, ребятки. Только что вы пропустили примерно двухминутную историю о том, как я рассказал о Ганджасаиде. И не вставил ее по той причине, что в течение этих двух минут я просто на фоне вот этой стены, вот этих стульев Ганджасаида, которые проходила там, нес какую-то дичь. И почему я не буду ее вставлять? Покачану. Студенты потихоньку начинают скапливаться в главном зале. Мне пришлось влив другую аудиторию, которая выглядит точно так же, как предыдущая Ахатибаня, но только с одной дополнительной особенностью. Какой особенностью? Пуксики! Обожаю эти создания. Как будто сам бог коснулся до одуванчика, и он вырос до размера пуфа, чтобы мы могли им насладиться. Вы можете спросить меня, а почему я разговариваю как черт курящий... Вы можете спросить меня, а почему я разговариваю так, как будто курю уже 142 года, и у меня сгорели легкие. Да все так просто. Я ж стесняюсь. Я вас боюсь, ребята, вы же на меня все смотритесь. Так причина ж проста. Так причина ж проста. У меня тапки холодные. Вот я и простудился. Казнить. Пытался снять видос, получилась такая фоточка. Надеюсь, она вам нравится. А это трубы. Я вот думаю, зачем на самом деле снимать влоги. Все просто, потому что это самый примитивный, простой контент, который ты можешь сделать без запаривания на чем-либо, и при этом он будет забавный. У этого есть минусы. Тебя не совсем будут смотреть очень активно, потому что это на самом деле чисто шлаковая мусорная информация. Но это такая свобода от ворчества. Ты делаешь вообще что угодно. Просто монтируешь это и... Ты монтируешь это и... Просмотры. Помешанный веки на просмотры. Нет! Что вы! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Как будто у меня есть какие-то комплексы, неполноценности. И я был долго скрыт от людей, заперт и впаду. Иди сюда, Даня! Ты мне нужен! Ты мне жизненно необходим. Что происходит вообще? Иди ко мне! Подойди ближе. Подойди ближе. Подойди ближе. Подойди ближе. Даня, что ты здесь делаешь? Я жду анонс. Анонс! Он уже был. Да я знаю. Где анонс, падла? Где анонс, падла? Где анонс, блин? Сейчас мы с Данилом обнаружили, что наши любимые ребятки нарисовали... Это слово, разумеется, я запикаю, но по губам можно будет прочесть. На пуфике! На этом святом существе. Что ты чувствуешь по поводу этого? Они могли это сделать, это просто непростительно. Я бы показал, но тогда забанят, но не буду этого делать. Но это непростительно! I'm angry! Надо их отчислить. Надо их избить. А сейчас мы находимся в не менее интригующем месте, которое, как вы уже давно могли догадаться, называется принтерное. Люблю это место и теперь у меня штаны грязные. Наверное, будто говница сейчас сидела, чтобы это снять. Короче, это морепластика. Классного пластика, который вы каждый день можете видеть, поэтому вам так интересно это смотреть. Проводочек, принтер, 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 принтер. Угадайте, что? Принтер, 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 принтер. Вот, синенький принтер. Я хочу снять его поближе. Он прекрасен, что он не печатает. Вот разные механизмы. Вот, о, господи! Есть Вадим, мой любимый Вадим, который на протяжении нескольких недель, ну, возможно, двух дней, возможно, часу, моделировал крутую чашу. Вот, просто, ну, еще раз посмотрите, насколько это мощная чаша, в которой можно что-то хранить. Ну, разумеется, не жидкая и не совсем сыпчатая. Она вот такого размера можно делать больше. Это великолепно. Я не знал, что он еще раз ее распределил. А это так... Я ждал ее так долго, она такая красивая. Это прекрасно. В самом начале я видел ее в Unreal Engine 4 в виде просто 3D-модельки, которая была запихнута в пространство. Чего вот это там? Теперь, когда я вижу, что она стоит на принтере, вот, я понимаю, она ночью вот сейчас печаталась. Как это красиво. Как мне это нравится. Как это классно. Обожаю 3D. Поэтому я программер. Который не годит, а бложит. Который не годит, а... Вот это снимает. Боже. Слушайте, а красивый вид, мне нравится. Просто какое-то внесантное появление. А, теперь пойду писать. Ну, либо просто на английском, либо на контрольном. Я еще не понял, что меня ожидает. Скоро начнутся занятия. Возвращайся, разумеется, не просто так. Я принес путьик. Я буду на путь, и они будут на этом очко разрывали. Очко разрывало, мне нравится. Известа, Гоша, у тебя попа грязная. Спасибо, Макс. Пара закончилась, и что же я хочу? Спать-ки. Ли, скажи что-нибудь. Привет. Нет, давай скажем что-то более интересное. Что ты думаешь о фейсе? Говори громче. Фейс говорю. Почему вы так считаете, Ли? Потому что я... Мне он просто не нравится. Он слишком вызывающе выглядит. А нравится тебе твой фейс? Да. Замечательно. А что ты думаешь о тапочках? Тапочки это круто, но не совсем. А о кроссовках? Кроссовки? Кроссовки, ну, смотря какие. Говори громче, пожалуйста. А что именно тебе в тапках не нравится? Ты сказал, что не совсем. Тапки мне не нравятся тем, ну, нравятся тем, что они удобные. Мне нравится тем, что если у человека пахнут ноги, то это заметно. Он просто... А не думаешь ли ты над тем, что нужно мыть ноги? Да, это тоже, конечно. Дей, скажи мне что-нибудь интересное. Если сказать «дог» наоборот, получится «гад». Оу, гад? Как ты относишься к фейсу? Что вы думаете насчет четвертой мировой? А что ты думаешь насчет меня? Аликали. Ха-ха-ха, замечательно. Хорошего тебе повылежания. Коля, что думаешь насчет фейса? Ничего я не думаю, я его не слушаю даже. А ты думаешь? Я думаю. А о чем думаешь? Я сейчас думаю о том, как бы мне скорее выйти из раздевалки и просто пойти на пару. Реально. Ты в этом уверен? О чем я должен думать еще сейчас? Любишь тапочки? Ну, не особо. Аля, а ты что думаешь насчет тапок? Тапок? Какие тапки? Я не могу надевать тапки, потому что там очень грязно. А что ты считаешь насчет тапок? Ты их любишь? Тапки, да. Только дорогие тапки. А что такое дорогие тапки? Ну, это там, не знаю, Гуччи, Валентина и всякие прочие. Гуччи? Прочая фигня. Есть тапки Гуччи? Нет. Ты слышал когда-нибудь про тапки Гуччи? Тапки Гуччи? Тапки Гуччи. Это что-то из ряда вон выходящих. Чего? Я слышал эту легенду. Один старый дед рассказывал мне. А, еще из шоу-линии, да? Это все в Ракене, тибетское. Да, все, идем. А теперь идем на физру. Ну, далеко-далеко. Ну, сейчас покажу, насколько далеко. Настолько далеко, что приходится идти вон туда. О, Господи. Жизнь меня к такому не готовила. Она готовила меня к 130-48 тысячам километровым забегам-марафонам, а не к хождению на целых 100 метров до физры. Или 200. Ну, или сколько бы там на ней было. Слушай, чё ты думаешь насчет вот этого вот срамища? Это ужасно. Это кто-то очень сильно не любит свою обувь, потому что она очень грязная. Какая хорошая мысль. Слышь, ты, негодяй, ты не любишь свою обувь. Понял. И знаешь, чё, Валя? Давай, повторяй со мной. Я роняю твою обувку. Я роняю твою обувку. Еще раз. Я роняю твою обувку. Пусть моя обувка дороже. Пух. Качаешь. Красавцы. Хороший парень. Какие умнички, Валя, не правда ли? Почистили все. Просто золото они людям. Как ты можешь себя описать? Себя? Я пришел позже всех, я ничего не замырал. А как человек ты кто? Обычно 18-летний школьник, студент. Школьница? Школьник. Ты обычная 18-летняя школьница? Школьник. То есть ты 18-летняя школьница? Школьник. Это твоё самоопределение, да? Да. Хорошо. Хорошо. Вадим, как ты себя самоидентифицируешь? Уважаешь тапки? Не переживай, не снимай, как ты переодеваешься, только в верхней части. А зря. Зрай – это вообще сила. Это кроксы для спорта, а это кроксы для не спорта. Зима называется. Люблю кроксы. Очень люблю кроксы. Попробую только оспорить это. Красонос. А я тапконос. Усёк? Ммм. Ха-ха-ха. Короче, залеплю отдельный видос о том, как я люблю тапки. И это будет просто потрясающе. А знаешь почему? Потому что я обожаю тапочки. У меня просто нет денег на кроссовки, я нищий. Что ты думаешь насчет тапок? Тапок? Тапки – это круто. Что ты думаешь о фейсе? Фейс – это рэпер. Но это вообще лицо. А что ты думаешь о своем фейсе? Тебе нравится? Ты вообще снимаешь что ли? Я еле от него сбежал. Он меня разоплачил. Он догадался, что я их снимал. Нужно скрыть улики. А потом я подумал, о каких уликах идет речь. Я же просто с ним разговаривал. И здесь шутка накрылась. Я не буду. Я не буду. Где анонс? Я не буду. Что ты хочешь? Что? я тоже умею телефоном пользоваться что одичал в эти хаби ты конечно гош все нормально гош нет не надо снимать мой глаз я не фоткаю это видос конечно у нас же подставные съемки ну ладно что тебе надо проблема да учеба закончена теперь можно поработать он думает что его вложек лучше моего потому что он снимает на профессиональную камеру а не чертов айфон просто фэйспам и айфон тем кадром исчезновения а пол долбанул и что правильно мне появилась еще одна трещина вон авто ведерко ронять его с человеческого роста высоты было не лучшей идеей я не понимаю почему показалось что это хорошо ну делать так не стоит вот реально не стоит блин трещина ради кадра ради контента господи иисусе я сейчас просмотрел записи оказывается тот потрясающий кадр исчезновения и не записался я не буду его повторять о чем я говорил тогда я хотел вам сказать что ребятки нам кажется качели завезут если меня по секрету 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 не обманули возможно это фейк и меня короче у меня новые трещины айфоне снимая кадр который не записался и все это ради того чтобы рассказать про какие-то качели которые возможно не существуют это контент а я упоминал о том что вы можете приобрести его за шестьдесят девять девятьсот девяносто девять прямо у меня в сообщениях выход переходите вот тут не знаю будет ли здесь ссылочка решает я это решает он что это за баррикады они не дают мне пройти они не дают мне пройти туда обратно меня это бесит зачем они нужны мне приходится карабкаться что же ребятки чекек волк бурек я ухожу навсегда до завтра надеюсь не опоздаю на элку потому что надо мной решил прикольнуться угадайте кто не буду говорить такая красноволосая я бы сейчас пошел туда на камеру нифига не увидеть поэтому до скорых встреч нет слишком сильно напоминает пародия буддипа тогда до скорой встречи принцесски оу чуть не забыл 0 2 12 18 я взорву ваши головы